В игре Drive Beyonds Horizons вышло обновление. Добавили несколько прикольных фич, о которых я сейчас подробно расскажу, и мы с вами посмотрим, как это работает. И первое, о чем хотелось бы поговорить, это новый бинокль, который добавили в игру. Давайте посмотрим, как он работает и насколько приближает. Итак, друзья, ехал я ехал, и касательно бинокля. Друзья, нашел его вот в таком непримечательном месте. Это далеко не факт, что вам он здесь попадется, но тем не менее, давайте посмотрим, как им пользоваться и что он вообще нам дает, и насколько сильное у него приближение. Смотрите, чтобы его взять, нужно взять в руку и экипируем. Теперь мы его держим в руках, и на левую кнопку мыши мы приближаем. Приближение действительно нехилое, причем, смотрите, четкость при приближении достаточно хорошая. То есть, давайте смоделируем ситуацию, когда мы остановились, и нам нужно найти где-то здание. Например, куда-нибудь туда. Вот видите, кактус. Приближаем, и в мельчайших деталях мы можем посмотреть, какое там здание, какие там вещи лежат. Есть зомбаки, нет зомбаков. В общем, вещь действительно полезная и очень классная. При этом найти ее особых проблем не возникает, друзья. Также, друзья, я сейчас бегу не просто так. Я не знаю, когда эту фичу добавили, но она очень крутая. Посмотрите, друзья, у нас здесь в холодильнике, если у нас его открыть, здесь лежит энергетик. И посмотрите просто, каким образом он действует, и насколько дико чувак начинает бежать. Давайте посмотрим. Вот, мы его выпили, выбрасываем, и вы просто посмотрите на эту скорость. Да, он разгоняется потихоньку, но вы просто посмотрите, какую, блин, скорость мы сейчас наберем. Наверное, по идее, если набрать таких штук пять энергетиков, можно, в принципе, машина и нахрен не нужна. Потому что вы просто посмотрите, уровень, можно, кстати, бачком завалить, смотрите. Нет, что-то не валит, но я как-то валил. В общем, бегает офигенно. Энергетик здесь очень-очень много дает в плане производительности, поэтому каких-нибудь зомбаков тоже очень круто убежать. Смотрите, как сейчас быстро прибежим снова домой. Возможно, в этом обновлении, возможно, в прошлых, но я вот только-только-только заметил. Также, как мы видим, появился раздел с режимами. У нас есть бесконечный режим типа The Long Drive и режимы, которые еще недоступны, и в них нельзя поиграть, кроме странного мира. Также о главном добавили новые достопримечательности, которые я вам сейчас постараюсь показать. Новые достижения, добавлена информация пользовательского интерфейса. Мы видим, что у нас появились подсказки, на какую кнопку как дожать. Также добавлена таблица лидеров, и ночная яркость улучшена, чтобы нам было лучше видно. Ребятки, и пока я еду, и, собственно, особо ничем не занимаюсь, хочу сказать, что если вы хотите поддержать гирик тут, то вот, можно отсканировать ссылочка на бусте, сделать гирик тут приятно, можно не переходить, можно перейти, как кому угодно. Спасибо заранее. Ну и касательно новых локаций, я так и не понял, что хотели этим сказать разработчики, но, пожалуй, кое-что покажу. Итак, как я уже сказал, вот этой будки я не видел. Немножечко что-то здесь подлагивает, но в целом можно даже подойти и взять трубку. На всякий случай, мы, наверное, соберем все, что здесь есть. Давайте мы гудок поставим. Я, кстати, его никогда не ставил. Интересно, куда он ставится. Обидно, обидно. Хотел бы так. А стандартный у нас здесь стоит. В общем, ребятки, напишите, куда ставится гудок, потому что я не нашел. Так, поставили. Поставили. Так, здесь у нас еще валяется бампер. Давайте мы его тоже накинем. Нет, наверное, передний. Есть, это передний. Так, у нас неончик. Неончик тоже нужен, потому что, когда вечером едешь, очень круто, когда он подсвечивает. Давайте его, наверное, вперед. И с тем учетом, так, он не ставится. Нет, это, наверное, боковой. Да, это боковой. Ну, ладно, пускай освещает нам сторону. Так, что у нас здесь еще? Коробка передач, рычаг нам не нужен. Турбинку. Как вы думаете? Поставим? Естественно, поставим. Так, у нас еще двигатель валяется. Но у нас есть точно такой же. Другой вопрос, если бы это был V8. Так, что у нас еще интересного? Смотрите, вот эта жига, она полностью здесь нет ничего толкового, что можно стырить. Вот, все валяется здесь. Поэтому я так понимаю, что он просто врезался, и машина здесь гниет. Ну, давайте самое интересное. Телефонная будка, блин. Охренительная хрень. Давайте попробуем поднять. Нихренища не происходит. Откровенно совсем. Все, повесить ее назад нельзя. Но я когда подъезжал, здесь говорила, возьмите трубку, и кто-то звонил. Сейчас никто не звонит, поэтому Гирик тут просрал момент. Возможно, я сейчас просто начну новую, приеду и покажу вам. Итак, друзья, подъезжаю я к этой будке уже ночью. При этом я махнулся на мустанг. Давайте заглушим. Бензина не так уж и много. Давайте просто посмотрим, что нам сейчас... Так, открываем. В этой будке скажут. Она, кстати, и не звонит. То есть я ее снова взял. Ну, возможно, сейчас будут звонить. Так, руль. Вот он зазвонил, друзья. Зазвонил. Давайте попробуем поднять. Инопланетяне. Либо зомбаки. В общем, нам сообщают, кто шарит за этот язык. Ребятки, маякуйте. Но я так понимаю, что нам сообщают, что начался апокалипсис. Также, если встроить в машину радио и ехать, то радио пропадет. И также будут там голоса. В общем, да, ничего удивительного. Едем дальше искать обнову. Также добавлена еще вот такая будка. Давайте мы поднимем. Но я думаю, что эффект будет точно такой же. Нет. Нет, здесь уже люди, и они нас о чем-то предупреждают. О чем я бы понял, если бы нормально учил английский. Поэтому, друзья... Кто шарит? Альянс. Что-то про врагов. Поэтому, да, кто шарит, напишите. Можно даже просто комментом, чтобы люди понимали. В общем, да, вот нашел еще вот такую у нас локацию с телефонной будкой. Также нельзя не отметить исправление большинства количества ошибок. Переработанная система выхода. Прикрепление предмета к машине. Исправлена ошибка со снятием крышки. В общем, очень-очень много. Вы можете сейчас нажать на паузу и все прочитать, чтобы быть в курсе, насколько комфортнее сейчас будет играть в этой игре, друзья. Ну, а мы двигаемся дальше. Ребятки, ну и, конечно же, руль. Его, кстати, я так и не нашел. Точнее, их двоих. Потому что сколько я не ездил, я не мог найти. Поэтому вот здесь по фотографии мы можем примерно понять, что они из себя представляют.